В Ленинградской области обитают три вида лебедей – лебедь-шипун, лебедь-кликун и малый или тундровый лебедь. Лебедь-шипун, лебедь-кликун и малый или тундровый лебедь. Последний из них встречается лишь на пролёте в апреле первой половине мая и осенью с середины сентября до конца октября. Оперение взрослых лебедей белое, а у молодых птиц оно грязно-серое или светло-бурае. Самцы немного крупнее самок. У шипунов клюв красный, с бросающимся в глаза чёрным наростом на лбу. У остальных лебедей клюв окрашен в жёлтый и чёрный цвета, причём у кликуна лишь вершина клюва чёрная, остальная его часть – жёлтая. У тундрового лебедя чёрный цвет преобладает, а в жёлтый окрашено лишь основание клюва. Помимо того, малый лебедь меньше кликуна, да и шеи у него короче. Лебедь-шипун проник на территорию области недавно. В 70-х годах XX столетия в западной части области и в Ленинграде неоднократно встречали небольшие группы птиц. В 1987 году впервые было обнаружено гнездо. Шипуны поселились на Кургальском рифе. Постепенно вид продвигался на северо-восток. Ныне он встречается по всему Финскому заливу и на значительной территории области. Гнездится он не только на заливе, но и на внутренних водоёмах. У Кургальского рифа летом наблюдаются скопления шипунов. Здесь на Ленинграде собирается до 250 особей. Незначительное количество птиц здесь встречается зимой. В 2021 году две птицы зимовали на Белом озере Дворцового парка Гатчины, а на Неве, на полыне Усинопской набережной, несколько дней наблюдали стаю птиц. В зависимости от ледовой обстановки шипуны появляются на заливе в середине марта или первой половине апреля. Несколько позднее их можно встретить на внутренних водоёмах. В 2021 году пара шипунов в конце марта появилась на Дудерковском озере. Лебедь-Кликун Нездование Кликуна в области отмечали до 1968 года. Затем наступил длительный перерыв. В 1986 году у юго-восточного велика Ладожского озера был отмечен выводок, но в последующие десятилетия здесь лебедей не отмечали. В 1998 году после длительного перерыва на озере Вялия появилась пара птиц, а на следующий год Кликуны построили гнездо и успешно воспитали выводок. Ныне Кликун в незначительном количестве гнездится на территории области, в частности на севере Карельского перешейка. Здесь же в течение нескольких лет на Вуоксе у Приозерска зимует группа кликунов. Порой в ней насчитывается более 30 взрослых и молодых особей. Столь крупных группировок ранней зимой не наблюдалось, лишь изредка в несуровые зимы кое-где замечали одиночек или небольшие стаи лебедей. Весной Кликуны появляются на Финском заливе в середине марта или в начале апреля. Несколько позднее их можно встретить на внутренних водоемах области. Пролетающие стаи наблюдаются до начала июня. В это время перемещаются птицы, не участвующие в размножении. Они приступают к смене оперения в июле. Основной район их летнего пребывания – устьи арктических рек. Незначительное количество птиц может оставаться и в Ленинградской области. Осенний пролет Кликунов длится с конца сентября до ноября, но интенсивная миграция проходит в первой половине октября. В это время небольшие стаи Кликунов держатся на Финском заливе и внутренних водоемах. Крупные скопления наблюдаются лишь на Ладожском озере. Традиционные места, где Кликунов останавливаются на отдых и кормятся – северное и южное побережье Финского залива, а именно – бухты Дубковая, Малоостровская и Жёлтая, у Лисьего Носа и Ольгина, у Нижнего Парка и Александрии Педродворца, у Бронки, Большой Жоры и Лебяжьего, а также у Кургальского полуострова. Малый или тундровый лебедь обычно в Ленинградской области в период миграции. Гнездятся они в тундре от Кольского полуострова до Канина. Восточной обитает другой подвид. Регулярные стоянки у нас располагаются вдоль побережья Финского залива, а также в Невской кубе и на внутренних водоемах. Весенний пролет длится с начала апреля до середины мая. В это время лебеди могут задерживаться на стоянках от нескольких дней до 2-3 недель в местах богатых корм. Здесь они кормятся молодыми побегами тростника, ртестами и водорослями. Привлекают уток и лысу. Они извлекают корм, исподнятые лебедями взвеси. Из редка удается отметить птиц шейными метками. Эти метки позволяют проследить за перемещениями особей, продолжительностью стоянок, а также определить скорость передвижения. Птиц метят в Голландии на зимовке, а в России в период смены оперения в Печорской кубе. Основной район зимовок малого лебедя простирается от восточных районов Германии до Великобритании. Птиц металов, а птичка, птиц металов и моргает ахахааааааааа. Птиц металов, ахаххахаххахххххххххххх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!